Когда на одной территории собираются представители одной какой-то профессии, это все отражается на качестве того, что придумывают. То есть вопрос состоит об инновационности, она снижается и в итоге есть угроза того, что все скатывается к старым идеям, к старым схемам, к старым технологиям. Вот так ли это или нет? И действительно есть такая угроза. Я попрошу рассказать Александру Киревнину, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестор развития Минэкономразвития. Александр, такого не случится, что мы застопоримся на развитие этих кластеров и в итоге то, чего хотим, получим, но не скоро. На самом деле вопрос, конечно, концептуальный, который вы задаете. Наверное, я смогу ответить только то, что мы именно для этого разрабатываем новые продукты. И вот таксономия технологического суверенитета и структурная адаптация экономики, это как раз тот инструмент, который направлен в том числе на борьбу с данной проблемой. В отличие от того, что рассказывал Алексей, данный механизм, он еще настолько свеж, что еще не подписан. Мы ожидаем подписания буквально в течение недели-двух, поэтому это, считайте, такое превью по достаточно, на мой взгляд, интересному механизму. Поэтому я хотел бы рассказать, что это, рассказать, что это конкретно даст инвесторам, что это даст банковскому сообществу. Коротко расскажу, как мы его делали и простейший сценарий того, как этим пользоваться. Ну и в конце позвольте себе пару советов, как, возможно, максимизировать эффект от данного механизма. Если можно следующий слайд. Опять же, я бы с удовольствием сам переключал. А вам сейчас вот передадут. Да, она работает. Спасибо. Да, замечательно. Спасибо большое. В ценах такое таксономия достаточно уже известно, после того, как пару лет назад мы как раз внедрили таксономию зеленых проектов. То есть это некий классификатор, который позволяет в большом пуле всех возможных проектов отобрать именно те проекты, которые направлены на достижение конкретной цели. Таксономия технологического суверенитета направлена на стимулирование именно инвестиций, которые помогут организовать процесс импортозамещения. Раз. Два. Это насыщение внутреннего рынка. И три. Это то, Сергей, о чем вы спросили. Это производство продуктов с значительным экспортным потенциалом. То есть это новое производство, потенциально интересное не только у нас. Ну и четвертое. Это то, что на злобу дня. Это переориентация транспортно-логистических потоков. Дружеская страна, скажем так. Данный подход, он, в общем-то, в правительстве согласован. 20 марта мы внесли это в правительство. Ждаем в ближайшее время, что это будет принято. Важная часть, конечно, для собравшихся здесь, коллега, это что вы как-то от этого получите. Для тех проектов, которые мы отобрали, для тех, которые будут соответствовать этим критериям, по согласованию с Центральным банком будет предоставлено льготное регулирование. Что это дает? Это дает сниженный риск веса при расчете нормативов достаточности капитала. Звучит сложно, но если по-простому, то банк без докапитализации сможет выдать больше кредитов. По нашим оценкам, это где-то дополнительных 10 триллионов рублей кредитов без докапитализации в рамках действующих нормативов Центрального банка. То есть это плюс-минус 20 процентов от действующего кредитного портфеля, что достаточно значительно. Соответственно, для банков это будет означать увеличение эффективности расходования капиталов. Исходя из этого, мы ожидаем, что банки будут, скажем так, конкурировать за данные проекты, на основе чего у нас будут пониженные ставки для инвесторов. По нашим оценкам, снижение ставки должно составить от одного до полутора процентов пунктов, что в принципе для инвестиционного проекта на периоде жизни достаточно значимый вклад. Поэтому считаю, что вот именно данный механизм с учетом помощи Центрального банка делает достаточно привлекательное инвестирование в данное направление. Что же это за направление? То есть таксономия в данной ситуации – это тот классификатор, в котором будет перечислено направление, например, станок такой-то, и конкретный код ОКПД-2. То есть код, классификация, который присылается к данному станку. То есть в целом достаточно просто и понятно можно будет определить соответствие таксономии. Как мы выбирали эти направления, как мы выбирали эти коды? Ну, во-первых, мы взяли планы импортозамещения, которые есть у коллег из Минпромторга. Там достаточно четко приведены те направления, приведена та уровень локализации, который есть сейчас, и какой будет к 30-му году. То есть это именно те направления, по которым коллеги знают, что есть инвестиционный проект, есть планы по увеличению мощностей, либо, в принципе, их созданию. Далее туда же добавили предложение других отраслевых ведомств. Это и Минтранс, это и Минэнерго, это Института развития в виде Росатома и коллег. Дальше мы посмотрели, мы оттуда убрали все, что локализация уже сейчас выше 50%, доля рынка больше 50%, потому что инструмент достаточно узкий, и по договоренности с Центральным банком мы не можем поддержать всю экономику, мы должны именно самые острые точки сейчас попытаться поддержать кредитование. Также, соответственно, дальше уже на вот эту массу направлений мы накладывали, выбирали каждый конкретный код КПД. Это техника, но это важно. Почему? Потому что хотели сделать максимально простой этот экономий, чтобы ей могли пользоваться, в том числе и простые кредитные банки. В результате у нас попало 13 отраслей, это и авиационное промышленное, автомобилестроение, нефтегазомашиностроение и так далее, их достаточно много. Соответственно, отдельно останавливаться не буду, в целом это можно все будет почитать, посмотреть. То есть достаточно широкий круг направлений, по которым можно будет получать это кредитование. Дальше, наверное, про процесс расскажу. То есть, как определить, скажем так, товар понятно, как определить проект, соответствует он или не соответствует. Тут постарались сделать то, что максимально просто. Если в проекте 50% выручки приходится на продукцию из-за таксономии, он считается, что соответствует данным критериям, и под него можно предоставать льготное финансирование. Сам процесс тоже максимально упрощен. В целом, кредитная организация, то есть банк, может просмотреть проект, оценить, какой будет выпуск, и если больше 50% выручки, как я сказал, приходится на продукцию из таксономии, кредитная организация отправляет в ВЭП заявку о включении в реестр этого проекта. ВЭП в данной ситуации является просто реестродержателем, и на основе этого уже достаточно для того, чтобы начать предоставлять льготное кредитование и у себя в отчетности тоже отображать с понижающими коэффициентами данный проект. Для тех кредитных организаций, которые будут неуверены в своих силах, уже сейчас действует, с момента запуска, вернее, принятия постановления, будет действовать 4 экспертных организации, они всем известны, это ФРП, АТР, Сколково, РЭА. Также впоследствии этот перечень будет расширен на наше рейтинговое агентство, РЭА, НРА и так далее, АКРА. Также дополнительно для суперсложных целей мы будем создавать, скажем так, межведомственную рабочую группу при именно эконом-развитии, но это для каких-то суперсложных случаев, когда никто не сможет определить соответствия конкретного проекта. Думаю, такие будут единицы. Что бы хотел здесь отметить, уже здесь туда перейти, чтобы не натягивать, к тем двум советам, которые я хотел сказать. Первое. По договоренным с Центральным банком, если проект был отобран, получил льготное финансирование, но с течением времени что-то изменилось, какие-то санкции, ограничения, пересмотр продуктовой линейки, все что угодно, и спустя несколько лет, например, проект перестает соответствовать таксономии, что с ним делаем? Мы его просто переводим на стандартное регулирование. То есть нет ни штрафов, ни пений, ничего. Поэтому, в принципе, использование этого механизма, оно уже защищено от негативных каких-то последствий. Поэтому всех призываю на это посмотреть, потому что рисков на данном этапе вообще никаких не видно. И второй совет, который я бы хотел дать, по опыту запуска, я также запускала зеленая облигация, регулирование Центрального банка, оно обычно начинает действие с момента принятия как постановления, так и регуляторики Центрального банка. Центральный банк обещает нам в мае внести в Миньюз свой акт. То есть 30 дней, плюс-минус, в середине июня Миньюз зарегистрирует, это начнет работать. Поэтому я как раз коллег призываю посмотреть на свои инвестиционные планы с точки зрения именно этого тайминга и начать инвестировать, привлекать кредитное финансирование именно после момента вступления данных о поставлении норм Центрального банка в силу, для того, чтобы максимально получить эффект от того, что мы с коллегами, в том числе и с Алексеем, разрабатывали. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok